Вечно стар и вечно молод, а вокруг века, века. Если старица не город, то и Волга не река. Старица встречала по-царски, а луховицы угощали разносолами. Так в Доме Российского Исторического Общества открылся День Малых Городов России. Ремесла и традиции, которые там есть, это хотя и важная, но все-таки парадная сторона жизни. О проблемах, которые есть в малых городах, говорили на круглом столе, который провел Сергей Нарышкин. Но прежде состоялось торжественное памятное гашение почтового блока, посвященного Ивангородской крепости. Оставаясь памятниками историко-культурного наследия, малые города испытывают, конечно, потребность в экономическом и инфраструктурном развитии. И рассуждая об их туристическом потенциале, нельзя упускать из виду и вопрос о качестве жизни наших сограждан, которые постоянно проживают в этих городах. Обеспечение комфортной городской среды – это принципиально важная государственная задача. И в течение последних двух лет по поручению президента Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Главный вопрос, который обсуждали представители власти, бизнеса, исторического сообщества – как найти баланс между современной инфраструктурой, которую необходимо создавать в малых городах, и их историческим обликом, который необходимо сохранять. И здесь одних только усилий со стороны государства явно недостаточно. Малая городская среда требует комфортная среда, она требует средств, и она требует того, чтобы местные жители понимали, что это не повинность, это не формальное обязательство сохранения старой застройки, это способ полноценного сохранения наследия, способ сохранения традиций и чего-то очень значимого. И на самом деле это напрямую влияет на экономическую ситуацию в городе, потому что теряется лицо города, теряется его привлекательность, индивидуальность. И на самом деле зачем люди едут в Суздаль? Затем, чтобы посмотреть на его красоту. Если исчезает вот эта застройка в маленьком городе, люди перестают туда ездить, он перестает становиться быть интересным, туда не приезжают инвесторы. В Суздаль, наоборот, с каждым годом приезжает все больше туристов. Но здесь другая проблема из-за особенностей законодательства, даже миллион туристов в год никак не сказывается на городском бюджете. Действительно, муниципалитеты не зарабатывают на туристах, в том числе иностранных. И по сути решают ряд задач, связанных с тем, чтобы этих туристов принять. Тут речь идет, безусловно, и иностранных туристов. А по сути доход в муниципалитет непосредственно от этого вида деятельности не поступает. Это тоже, безусловно, задача, над которой надо думать. А вот совсем небольшие населенные пункты, с которыми связаны, тем не менее, важные исторические события, подчас вниманием туристов обделены. О них просто не знают. Например, село Дединово в тех же Луховицах знаменито тем, что здесь в 1667 году было начато строительство первого русского военного корабля, фрегата «Орел». Есть практика, общеевропейская практика, установки на дорогах указателей на достопримечательности, которые находятся рядом. Может быть, можно было бы здесь вместе подумать, подключиться и по линии отделения Российского исторического общества посмотреть, где бы мы могли помочь с формированием перечни этих указателей, на что именно обращать внимание людей, которые передвигаются по дорогам. Впрочем, иногда нечто новое можно открыть для себя и в хорошо известных и посещаемых туристами исторических городах. Например, в Угличе. Местный художественный музей организовал в Доме Рео выставку, посвященную необычной дипломатической миссии в Османскую империю Михаила Кутузова. Главная цель миссии состояла в том, чтобы попытаться помешать складывающимся союзу Турции и Франции. Но была и закрытая часть. Закрытая задача – это собрать разведную информацию о военном потенциале противника. Значительную часть разведывательной работы выполнял художник-пейзажист, который входил в состав миссии, прапорщик Гавриил Сергеев. Выпускник Академии художеств он не вызывал подозрений у османских чиновников и, делая рисунки, очень точно отмечал детали оборонных сооружений. Османов передавал рельеф местности. Впоследствии была составлена точная карта Константинополя, так что миссия Кутузова, как заметил Сергей Нарышкин, была выполнена с блестящим успехом. Служба информации Российского исторического общества.